так всем добрейшего времени суток с вами свете места жизни предыдущем ролике я проходил данж на набил себе 1020 гемов чтобы сразу потом открыть вот эти моменты в приключениях 400 плюс 600 равно косарь поэтому меня это более чем устраивает вот героев я буду открывать в будущем когда-нибудь не знаю когда когда героев прокачать до максимального истинга вообще имеется вот давайте почитаем что будет найти ну хотя это потом почитаем на сейчас вообще-то прохождение где-то тут нас квест а нет это у нас другой квест значит боюсь единственный квест который у нас есть карта вот что короче это оригами блин победимыш пупсика не победили вроде бы мы победили только группу наемников а пупсика слушайте я не помню победили моего или нет вот оригами я помню что нам нужно загасить властелина а трудность убийства от этого самого властелина заключалась в том что нужно короче данжи было проходить и они были реально не слабые пир горой это вообще шикарно кстати говоря в последнее время я не могу почему-то даже накрутить себе вот эти самые моменты последнее что накрутил как видите это опа получилось отлично последнее что накрутил это конечно же было морковь вот почему-то с грибами это не получалось минут 20 вот честно мин 20 тыкал 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 утыкивался и не получалось сейчас я хотел просто немножко подкопить себе грибочков чтобы в будущем прокачать некоторые герои в которых я не успел прокачать кстати говоря посыл кликер автокликер вернее на то чтобы они автокликер собирал короче говоря грибы но не знаю что случилось он заблокировался и набрал всего лишь 700 грибов это вообще мало я пару героев пропал до тридцать как получается до тридцать девятого апнула дорогого до тридцать седьмого тут чуть-чуть пропал по уровню каждому из этих вроде бы здесь три уровня апнул ну короче апнул всех чтобы чуть-чуть не страдать поэтому пока что вот все как есть меня все устраивает главное больше грибов хотя сейчас грибы мне даже не для денег нужны сколько для опыта потому что действительно раньше еще и пытался продавать это же самый дорогой товар считается из тех которых можно размножать окей ладно думаю хватит сейчас сделаем перезагрузочку и пойдем уже в бой устраивает устраивает значит 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 секундочку вот это надо какую-то золотого идола искать ничего такое когда уже потом про него и говорит куда нам нужно а кстати ассасина косарена если что сами можете видеть это не слабо а по поводу нашего рыцаря я все таки думаю ставлю арбалет причина в том что иногда нужно добивать задних противников допустим ассасин не смог справиться своей задачей вот и действительно все таки я им поставлю арбалет дело в том что топор он класс но у этой персонажа есть еще дополнительно топор а боевой топор есть боевой топор и есть топор топор максимально может дать здесь угрозы и боевой топор может конечно неплохо угрожать тоже но хотелось бы все таки арбалет взять из-за того что он у нас будет по дальним бить и поэтому скилл и по самому по дальним применять кстати говоря давайте-ка мы лучше вернемся назад дело в том что у меня появились за прохождение много раз как ну который проходил эти самые данжи данжи которые были у нас ежедневные кстати они мне сейчас доступны или нет где карты о еще доступен я его не буду проходить это вечно занимает так мне пожалуйста вот эти моменты так по поводу топоров я пока думаю забью на них не особо не нужны вот арбалета со звездочкой это то что на самом деле надо даже луки со звездочкой есть но отличие скажем так меня не радует потому что оглушение мне не хочется мне хочется больше урона значит 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 сюда арбалет сюда арбалет это уже 23 а вот сюда вопрос либо арбалет либо нет ну давайте посмотрим что будет при заточке если при заточке меня устроит скажем так количество урона то окей это получится 1 2 3 так нет слушайте у топора больше урона даже вы чё офигеть так у то боевого топора еще урона побольше будет блин а здесь кровотечение дополнительно урон наносит а это это очень не слабо на самом деле ладно так уж и быть эта кнопка и будет сейчас 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 надо не тупить тебе как как глаза радуются на эти пару единиц урона сюда нам не надо сюда не надо и сюда блин урона все-таки меньше на кровотечение позволяет сам урона купать кстати надо было топора ставить дело в том что у нас должен быть еще и топор со звездочкой потому что я очень много раз это дело проходил у нас вот отлично сейчас узнаем отличие и узнаем достойны стоит ли его опать угроза 3 угроза а это потому что он заточен этот нет сейчас тогда нам нужен обычный топор обычный топор так получается единство что меняется это критический урон добавляется плюс целых два процента я согласен мне он уже его закачу давайте так ой сделал малек отлично так 12 13 так 112 13 но плюс два процента крита отлично меня это вполне устраивает я доволен так теперь стал столько доспехи улучшить чтобы побольше маны было это получается на двух персонажей желательно на вот этого и сюда да но вот этого и мага чаще щас на рыцарь и мага значит надо еще закупиться чет немножко туплю 1 1 так это она хорошо и 2 так 1 пошел на рыцаря 2 пошел на мага так теперь маны будет очень даже побольше плюс целых 20 процентов один арбалет честно я так и не понимаю вешать на него или нет сейчас он будет тогда неплохо агрить давайте гляну разницу в уроне без этого момента да тут дается сколько урона 200 урона благодаря кровотечению здесь урона у нас явно меньше она при этом крижи не всегда на 4 процента всего лишь а здесь намного больше так что ладно я пока не знаю нет на этого пускай остается топорик да на этом сказать топор это меня устроит арбалет я пока на него веш не собираюсь ну все так продолжаем тогда квестики у нас уже тут нулевые поля главное время засечь а то и как то так иногда играю очень долго видео выходит довольно таки не маленьким у нас уже по сути почти все идеальная сборка да настолько идеально что просто всех шотать будем ассасином наш защита просто прекрасно я в том что он блочит целых 74 процента урона и но это как по мне вообще мастерный танк он сам себя хилит сам получается все блочит реально просто лучший танк который только может быть перо феникса бесполезно которые я из могу накрутить так ладно значит 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 шанс квест кстати я забыл посмотреть какие вещи стоят у наших вообще персонажей дело в том что я помню что в безделушке я не всем поставил идеальные вещи а сейчас поскольку уже более-менее скажем так стаж имею за персонажей я вроде как могу более или менее разбираться что кому нужно поставить конечно вывели из инвиза но у него защита прекрасная поэтому он заблочить смог кстати персонаж блочит сам или нет максимальная эффективность блин мне вот интересно это максима смотрите вычета урона столько-то и максимальная эффективность вычета урона увеличивается до 74 это именно этого персонажа или всей команды потому что вижу все а команда блочит так не слабо на самом деле вот засада а как понять что это квеста регами видимо это потому что вроде к чите да это то все верно так вот так опа отлично да даже с авто атаки можем уже убивать прекрасно этот скиллами размахаться хотел 2200 урона кстати нашего этого персонажа думаю даже хп ему можно будет убрать в будущем и тупо урон сделать ну потому что я как бы сколько не смотрю по нему бьют очень редко тогда он там вообще сможет циферки такие бешеные наносить так 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 это надо значит убежище направляться недавно смотрел фильм ну как недавно три ночи вообще жесткий фильм т-34 называется вот ну и там реально ну как бы зайдет что это за фильм когда ты смотришь у тебя никаких эмоций но я согласен это фильм ерунда вот такая же смотришь фильмы все там много эмоций блин да я переживаю за него вот это действительно скажем так нормальный фильм вот ну потому что и вот я на самом деле фильме не смотрел потому что ну мне все фильмы уже как бы неинтересно были но есть некоторые фильмы за которых ты и но когда ты за главный за главных героев переживаешь нереально молодежка например вот эти четыре недавно нашел реально сидишь смотришь к ее упала если там попадут по нему а там то рикошет то пробить их оглушила но они все живы были там реально волнительно все даже на самом деле не смысл использовать скиллы кроме как на дальних на передних чуть-чуть не повезло не хватило урона есть критом залетела ну да танк наш это просто самый лучший танк который есть по нему вообще урона не заходит ненка что додумались сделать такого персонажа еще раз дальше ой блин это кассиры которые защищают ничего и думают что мы на них нападаем это очень неприятно кстати говоря интересно узнать ну я просто когда догадываюсь что есть определенные скиллы у персонажей на которых есть определенная максимальная прокачка вот допустим нашего ассасина я уже не знаю какая-то максимальная прокачка инвиза но она больше чем 15 чем я предполагал допустим максимальная прокачка вот этого самого вторая кожа она окажется 18 потому что больше пока прокачать не могу хотя в теории если прокачаю данный скилл оплот то общий ну короче блин там много говорит а теоретически еще можно будет его прокачать это только теоретически на практике я не знаю поигра мы увидим второстепенные квесты не выполняю чтобы об этом не париться потому что это будет еще дольше времени занимать мне этого делать не хочется кстати 890 нет показал что 890 это минимальный урон ассасина и он нанес что минималку но это только показалось блин мы до сих пор даже в лес не зашли понимаете там еще квестов этих немало будет и даже еще не в лесу бамбуковом если бы только на штанг мог регенить себе этот самый ману был бы идеально но поэтому я думаю что нужно много с собой виды таскать чтобы регенить ману кстати черной маски я на самом деле никогда не видел была только красная фиолетовая синяя оранжевая ну или желтая короче ну то есть не было той маски которая вижу сейчас черный ее не было и как вам не странно о нет наш танк так страдает 29 урона это же просто хуже всего на свете так надо восстановить силу а то все таки мана не бесконечно по времени у нас так ну еще минут 10 вроде бы как есть так поскольку мы купили эту самую вещь что у нас уже сразу будет квест данный выполнен поэтому мы идем на квест все проясняется в деревушку хотите верьте хотите нет я реально в шоке что этот персонаж настолько жесткий что он реально танчит нереально жестко я так понимаю сколько урона он получил столько вот этой бонусной агрессии он себя снимает вот такие дела что-то просто очень сильно на это похоже кстати это деревне мы здесь вроде как даже сейфом работать да вот она собственно чем не говорил работать сейфом и здесь можем так ну окей чуть позже тогда займемся прокачкой сейчас это спимся кстати здесь скиллы не очень скажем так хотя нет все правильно прокачано здесь все же на один уровень так что у меня все устраивает так пойдем быстренько дальше по квестам это у меня около семи минут есть еще долгие видео делать не хочется на самом деле да и долгие люди да и долгие видео люди редко смотрят обычно кстати шанс кельта 45 процентов вообще немало а этот скилл ведь еще можно пропасть который отвечает за клип и инвиз как восстановимся но не слабо конечно не мне покоцали я просто и хиле лидера не использую поэтому меня так отсюда да кстати все основные действия происходят в лесу оригами я сам не понимаю ой в бамбуковом лесу не знаю почему это так но реально все основные действия происходят именно здесь сейчас нападет потом третья армия с королевой лягушек ну вернее с полу королевой или это с полу не знаю как его назвать можно да ассасин это наверное что то с чем то потому что реально просто выносит и все да в теории конечно ему стоит поставить все в урон но нет без хп все таки сложно будет и это уже понимаю один миллион четыреста тридцать тысяч это не слабо и 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 сколько у нас мы все еще парнем давайте по быстренькому закончим здесь это прохождение ой сейчас будет каждый раз вот это вы достойны докажите что вы достойны блин саму это бесить честно 450 урона обратки так ладно ну конечно я побеспокоился за ассасина но мы слишком мощный для того чтобы проиграть им поэтому этого не произойдет ассасин себе не раскроет мы сможем загасить и так далее так быстренько быстренько да мы же только что да да вначале докажите что вы можете вообще говорить теперь докажите что вы можете встретиться с ксендой точно точно помним мы это помним так тут вопрос такой штопать состояние прибавится урона мне особо и не надо хилинг пока такое и давайте man тогда регенди больше теперь еще докажите что вы способны уйти может быть скажет нет нет у нас малахими не читает надо письмо им передать они там вроде как добро должны дать так тут на вроде перехват должны сделать так ладно давайте забиваем этих лягушки заканчиваем видео потому что времени к сожалению уже 20 не прошло и я боюсь что не смогу я тут много снимать потому что им не памяти мало и видосики длинные делать не особо хочется да и делами своим заниматься надо отлично все ребят спасибо за просмотр до скорого всем пока до встречи пока пока всем добра хотел бы сказать только одно но саму сюжетку я прохожу только с вами есть некоторые вещи которые я конечно же могу делать самостоятельно это к примеру накрутка грибов накрутка других вещей которые мне необходимы для прохождения ну такие как еда петя феникса вот чтобы вы этим просто ну чтобы я вам это не было нудно потому что я понимаю это очень скучно но мы этим нужно заниматься чтобы героев прокачать до супер сверх левела и узнать максимальную прокачку скиллов допустим у этого максимальная прокачка вот данного скилла вторая кожа составляет всего лишь 18 я думаю хотя бы 19 чтобы было ровно 75 процентов красивое число но нет разработчики нам решили здесь такую подляночку устроить вот ладно всем пока всем добра